Итак, нам пора начинать. Итак, и сейчас у нас с вами 16.35 и доклад NVMe over Fabric in a nutshell. Или nutshell что? Натшел потерялось, но… Но тем не менее, но фабрик у нас все еще есть. Фабрика осталась целой, да, нам повезло. Прекрасно. И это Сергей Платонов. Сергей, пожалуйста. Спасибо большое, я хотел представиться, но не повезло. Хорошо. Давайте начнем с небольшого интерактива. Кто знаком с первой аббревиатурой? Так, не очень много, хорошо. А со второй? Чуть больше. Тут больше нет. Пару слов о себе. Я сейчас руковожу продуктами, развитием продуктов компании Redix. Вообще в этой компании я прошел достаточно большой путь. Был тест-лидом, системным инженером, руководителем группы поддержки внедрения, ресерч-лаборатории, даже руководил маркетингом. Это не значит, что меня отовсюду выгоняли. Я заранее знал, что собирается выгнать и уходил. Компания у нас не очень большая, поэтому все, что мы делаем, делаем с какой-то целью. И была одна конкретная проблема, заключалась на следующем. Мы разрабатываем ПО для систем хранения данных и разработали максимально простой, максимально быстрый и максимально надежный эмулятор, распределенный в лодочной системе хранения данных. И решили проверить его в высокопроизводительной среде. В среде с высокой пропускной способностью и с высокопроизводительными устройствами. Подняли интерконнект на протоколе ISR и не получили тех результатов, которые ожидали получить. Но я вызвался помочь ребятам поэкспериментировать с новой технологией, благо она как раз таки появилась поддержка этой технологии в ядре. Ну и как-то расширить то бутылочное горлышко, которое мы натолкнулись. Про нашу конфигурацию. Небольшой бардак, потому что тестовая лаборатория, к которой постоянно что-то перетыкается. Так или иначе, у нас 16 узлов, на них 32 CPU, 8-ми ядерных. 2 терабайта оперативки, 6400 гигабитных ковергентных порта и 32 NVMe накопителя от компании HGST. И конечно ограниченное время, время я ограничивал сам себя по одной простой причине. Когда тестируешь чужие технологии, когда все хорошо, всегда возникает мысль, а можно ли еще лучше. А когда все плохо, возникает мысль, то ли правда все плохо, то ли руки кривые. Поэтому я себя ограничивал во времени. Естественно, я превысил свои ограничения, как обычно бывает. Ну ладно, пойдем. Немножко про технологии. RDMA. Первое определение. RDMA это технология, которая позволяет двум узлам непосредственно писать в память друг друга без участия центрального процессора и без участия ядра операционной системы. Ну давайте я приведу на конкретном примере. Есть такой протокол ISR, который является расширением протокола SCASE. Вместо того, чтобы отправить команду на чтение, потом таргет эту команду примет, скопирует данные в буфер и потом в ответе пошлет информацию инициатору, который опять получит данные в буфер и потом поместит в память. Происходит это следующим образом. Инициатор посылает команду и говорит таргету, «Запиши мне, пожалуйста, в память по этому адресу вот эти данные» и все. NVMe. NVMe это новый интерфейс, который был создан производителями высокопроизводительных флеш-устройств. Когда они пришли к выводу, что текущие протоколы излишне и избыточны, они очень сложны, в них заложено так много ограничений, что лучше все разрушить и создать все заново. Самое главное, что появилось в этих протоколах, это поддержка большого количества глубоких очередей. Вместо одной очереди на 32 команды, как это и в SATA подобных протоколах, мы имеем 64 тысячи очередей по 64 тысячи команд. Кроме того, в протоколе огромное количество интересных расширений, про которые расскажу чуть позже. NVMe Overfabrics это возможность передачи команд, которые были разработаны через какую-то высокопроизводительную фабрику. Разработчики расширения NVMe Overfabrics перед собой ставили три цели. Первая цель – это остаться в той архитектуре протокола, которая есть. Вторая цель – это сделать возможным максимально простое добавление новых фабрик. Третья цель – дополнительные уровни задержек не должны превышать 10 микросекунд. В принципе, с этим они справились. Основные преимущества – это глубокие очереди. Это в протоколе заранее заложены end-to-end data protection. Так что мы можем быть уверены, что блоки доходят к нам без изменений. Заложен мультипасинг, заложен множество пространств имен и возможность шеринга пространства имен. Что такое пространство имен, расскажу чуть позже. Ну и очень простой набор команд. Например, из IEO команд обязательными являются только три. Давайте я немножко расскажу про основные определения. Первое определение – это NVM Subsystem. По сути, NVM Subsystem – это все является логическими блоками. NVM Subsystem – это набор контроллеров и набор пространств имен, обладающих неким уникальным именем. Это уникальное имя является очень похожим на те имена, которые имеют Ascasi Target. Вы можете увидеть пример внизу слайда. Неймспейс. Неймспейс – это некий аналог луна, который мы можем встретить в сказеподобных протоколах, в вайсказе, в фаберченах и прочем. Это набор LBA, по которому мы можем писать. Неймспейсы бывают приватными, и они обслуживаются только одним контроллером, и шареный, который обслуживается несколькими контроллерами. NVMe-контроллер. Контроллер – это логический блок, который принимает команды на чтение записи, дополнительные команды, на установку соединения, админ-команды, такие как abort, удаление IO и прочее, и передает эти команды дальше по стеку, например, на медиа. Ну и все контроллеры взаимодействуют с внешним миром через порты. Опять-таки, порт – это некая виртуальная структура, которая представляет из себя либо один, либо несколько физических портов в фабрике. Ну и, как я уже сказал, NVMe Subsystem обладает уникальным именем, так называемым N-коин. Основное отличие NVMe Fabrics против того протокола, который использовался для подключения локальных устройств. Но в первую очередь, так как у нас нету теперь PCI Express шины, нам необходимо иметь уникальное имя в сети, нам необходимы методы обнаружения и подключения устройств в фабрике, и, конечно, так как у нас нету шаренной памяти, нам необходимо каким-то образом взаимодействовать между двумя устройствами. Вообще, было добавлено два новых типа транспорта. Первый вид, как видите, локальная шина использует shared memory для постановки запросов и ответов на эти запросы в очереди. И для фабрики было создано два типа протокола. Первый – это протоколы транспорта, использующие капсулы. Капсула представляет из себя способ упаковки данных и команд NVMe в те виды пакетов, которые фабрика предоставляет. Ну и некоторые фабрики, которые, например, RDMA, основанные фабрики, которые позволяют читать и писать данные напрямую, мы используем не только капсулу, но и прямую передачу данных из памяти в память. Капсула обязательно в себе содержит… Есть два типа капсул, естественно, так как запросов у нас два типа. Это запрос постановки в очередь и запрос ответа. Также существует два типа капсул – капсулы запроса, капсулы ответа. Капсула обязательно содержит в себе определенным образом отформатированные запросы постановки в очереди и запросы ответа и опционально данные. Есть три набора команд. Первые команды — это команды, связанные непосредственно с фабрикой, это обнаружение, это установка соединения, это аутентификация. Второй тип команд — это админ команды, такие как работа с пространством имен, это команды вроде abort, это команды удаления IO. Ну и, конечно, команды с непосредственно ввода-вывода, прочитать, записать, записать нули, флаж и прочее. Как я уже говорил, обязательных там всего три. Давайте теперь перейдем непосредственно к практике. Начал я с тестирования систем, с тестирования всего двух систем, чтобы понять вообще пределы того, чего я могу добиться. Я очень не люблю такие стерильные тесты, когда тестируется RAM-диск, когда системы подключены не через сеть, а напрямую, поэтому что было сделано? Тестировал я исключительно реальные диски NVMe-устройства. Все они были подключены через свечи, и на других узлах кластера велась какая-то работа. Кто-то там тестировал SRP-протокол, кто-то тестировал другие программные продукты, так иначе сеть была загружена. Итак, у меня две системы. В каждой из них по 128 гигабайт оперативной памяти, в каждой из них по 16 ядер процессоров и объединение через свеч по 200-гигабитным портам. В качестве фабрики была выбрана InfiniBand. Программное обеспечение. Операционная система CentOS, бетчмарк FIO 2.15, который я пересобрал для того, чтобы поддерживать NUMA. Постоянно мониторил я состояние системы с помощью утилиты Nangels Monitor. Здесь приведены пример графиков, которые эта утилита позволяет строить. Ну и, естественно, служебные утилиты NVMe CLI, NVMe Target CLI и Hitachi Device Manager, которые использовались для создания фабрики подключения к ним и для управления NVMe устройствами. Мой тестовый процесс был основан на том процессе, который описан с NEO, так как я использую NVMe устройства на флеше, и я хотел добиться повторяемых результатов. Я взял тот процесс, который описывает с NEO, в процессе включено как очистка устройства, так и подготовка устройства к тесту, так и формат отчетов. Взял три базовых теста. Это IOPS-тест, это тест на максимальное количество достижимых операций ввода в 2 секунду, тест на максимальную пропускную способность и тест задержек. Как я уже сказал, спецификация подразумевает формат отчетов. Вот один из примеров отчетов по IOPS-тесту. Такие отчеты я вам показывать не буду, потому что, когда мы будем сравнивать различные протоколы, это будет безумие, если мы умножим количество вот этих столбиков на 4, будет не разобраться. Поэтому я максимально упростил графики и привел наиболее значимые размеры блоков. Так как не все тестовые параметры описаны в спецификации, и часть параметров спецификации оставляет на выбор оператора, что было сделано? В первую очередь я выбрал количество тредов для каждого теста равным 8 и глубину очереди равным 16. Эти параметры, опять же, придумал не сам, они были отрекомендованы мне производителями NVMe дисков. Ну и я сделал дополнительный тест, который, к сожалению, в спецификации пока не описан, но я надеюсь, он в скором времени появится. Я выполнил тест на максимальное количество операций ввода до секунды, не просто максимально достижимый, но с ограничением по latency. Бетчмарк FIO позволяет поставить так называемый latency target и играется глубина очереди, чтобы определенное количество запросов не выходило по времени задержек именно за этот предел. И перцентиль — это какое количество запросов я ожидаю в пределах этой latency я поставил равному 5,9. Как я готовился к тесту? В первую очередь я скомпилировал ядро. По QR-кэду вы перейдете на ссылку на комьюнити Melanox, где написано, как это сделать. Сразу подскажу, что я конфиг ядра взял от ядра, которая лежит в репозитории LREPO. Дальше я немножко поигрался с параметрами самого устройства, чтобы обеспечить на устройстве максимальную производительность, уменьшив там юзер-капасити, увеличив так называемые резервные области флэш-диска для того, чтобы увеличивать как его долговечности тестами диски просто не убить, так и увеличить его производительность на запись. И воспользовался тремя тюнинг-гайдами для того, чтобы настроить систему. Вообще в тюнинг-гайдах огромное количество параметров, которые нужно изменить. Я приведу наиболее значимый. В первую очередь нужно везде выключить хаппер-тридинг, выключить систетия процессора, выключить нот-энтерливинг. Энтерливинг — это процесс работы с памятью, когда память, подключенная к контроллеру обоих процессоров, заполняется равномерно, независимо от того, какое ядро вызвало запись в память. Ну и с точки зрения операционной системы я воспользовался утилитой TuneADM, поставил профиль Latency Performance. Благодаря этому 90% тех рекомендаций, которые я получил из тюнинг-гайдов, выполнились автоматически. Эта утилита сделала все сама. С помощью CPU Power выставил минимальную частоту, максимальную поддержанную частоту процессором. Ну и выставил режим контроллера масштабирования частоты в Performance. Ну и одна из рекомендаций — вручную выполнить балансировку прерываний по ядрам процессора. Она не сработала, и об этом меня предупреждали ребята из HGST, сказали, что современными ядрами RQ-балансер работает так хорошо, что делать ничего не надо. Чего я достиг? Можно примерно увидеть на этом тесте. Снизу у нас случайное чтение 4-килобайтными блоками умножено на 400, то есть максимальную производительность, которую я смог получить в локальном тесте, была равна 2 миллиона 270 тысяч операций ввода в эту секунду. Чуть выше вы можете увидеть случайную запись, и еще выше это микс случайной записи и чтения с 16-килобайтными блоками. Дальше. Так как система у меня двухузловая, и обращение к памяти устройствам соседнего процессора может вызывать дополнительные задержки, я в параметрах бетчмарка выставил возможность для каждого рабочего процесса бетчмарка выставил правило работать именно с теми устройствами, которые управляются этим ядром. Чтобы определить имя Numa-ноды, у меня по сути существовало два Numa-узла, потому что два процессора, необходимо выполнить все две команды LSPCI и получить адрес устройства. Ну и дальше, прочитав параметр Numa-нод, мы можем понять, к какому процессору принадлежит то или иное устройство. Ну и дальше можно в FIO-тесте выставить два параметра. Это Numa-CPU-Nodes, это для каждого джоба, и Numa-memory-policy. В первом случае мы указываем, какой ноде нужно запускать этот джоб, во втором, политику работы с памятью. Я поставил политику работы Bint и, опять же таки, номер Numa-узла, для того, чтобы не обращаться к памяти соседнего узла. Привело это к следующему. Опять-таки, производительность с корректными и некорректными настройками выросла примерно на 15%. Опять же, особенно это видно в тесте на случайное чтение. Во-вторых, по последовательной записи мы увидели значительное увеличение производительности где-то на 300 мегабайт в секунду по сравнению с некорректными настройками. Для последовательного чтения результата мы не увидели. Ну и в latency-тесте мы увидели снижение latency примерно на 3 микросекунды, что не очень много. И на самом деле, как показала практика, настройка Numa Node лучше показывает себя на более мощных процессорах. Пойдем немножко дальше. Конфигурирование таргета. Таргет NVMe реализован был в ядре. Появился он официально в ядре 4.8, который я и скомпилировал. Имеет он модульную архитектуру. Каждый отдельный компонент реализован в виде отдельного логического модуля. Таргет поддерживает максимально простой набор команд на данный момент. Это три основных команды read, write и flash. С точки зрения дата-сет-менеджмент поддерживает только команду discard. Это аналог команды 3. Поддерживает он листы доступа, но не поддерживает резервации. И если вы хотите использовать этот таргет в качестве системы хранения данных, распределенной для кластера, у вас ничего хорошего не выйдет. И опять же, не совсем понятно, как эта вещь будет работать с точки зрения файловера контроллеров. Я не нашел способа обеспечить файловер контроллеров при отказе одного из контроллеров. Конфигурирование таргета происходит в четыре шага. Сначала мы грузим параметры необходимые InfiniBand драйвера. Далее грузим два модуля NVMe таргета. Устанавливаем IP-адреса для InfiniBand портов и конфигурируем непосредственно сабсистему. Есть два способа конфигурирования. Это использовать конфиг.фс, создавая файлы, либо использовать таргет CLI. Вот вам показан вывод из таргет CLI. По сути, у меня была создана одна сабсистема, к которой было привязано два порта и создано три namespace, что видно внизу. Каждый namespace непосредственно является NVMe устройством конечным аппаратной железкой. Подключается все с клиента довольно просто. Одна и та же утилита используется и для подключения локальных устройств, и для подключения сетевых устройств. Сначала мы отправляем команду Discover, которая обрабатывается Discover контроллером. И Discover контроллер сообщает клиенту о том, какие устройства и какие сабсистемы существуют на таргете. Ну и далее выполняется непосредственно подключение. Кроме ядерного таргета, есть таргет, который разработал Intel и который работает в пространстве пользователя. Его я также тестировал, но столкнулся с ним с несколькими проблемами. Первая проблема связана с тем, что у меня так и не получилось настроить таргет для работы с правильными NUMO-узлами. Вторая проблема заключилась в том, что таргет начал рвать соединения при определенной нагрузке, и игры с параметрами, с глубинами очереди мне не помогли. Intel-овский драйвер настраивается через единый конфигурационный файл. Это показано примерно 1 четвертая часть от него, достаточно много параметров, и сколько памяти он может для себя захватывать, и глубинная очередь, и как работать с процессором. Очень большое количество параметров, часть из них не поддерживается до сих пор. И на самом деле стабильность Intel-овского драйвера пока меня несколько разочаровала. Ну и, собственно, результаты тестирования. Первая колонка всегда – это результаты локального теста. Первый тест – IOPS-тест – это производительность случайного чтения. Как вы видите, по сравнению с протоколами ISR и SRP, NVMe Overfabric показали значительное превышение производительности. Причем даже в режиме работы по одному порту. Все остальные протоколы всегда работали по двум портам. При случайной записи, опять-таки, мы видим серьезное увеличение производительности NVMe Overfabric по сравнению с SRP и по сравнению с протоколом ISR. При этом производительность работы через таргет от Intel даже выше, чем производительность локальной системы. Ну и последний тест. Опять же мы можем увидеть, что производительность NVMe Overfabric значительно превышает производительность SRP и ISR. Но именно здесь, в тесте, в миксованных IO по 16 килобайт, я столкнулся с тем, что Intel-овский драйвер постоянно начинает рвать соединение. И дальше я его не тестировал. Тест пропускной способности уже не показал настолько различные результаты. Но, тем не менее, опять-таки, NVMe Overfabric на чтении я показал прекрасные 9 гигабайт в секунду даже при работе через один порт, что чуть выше, чем SRP и ISR. С точки зрения производительности записи я наткнулся на максимальную производительность устройств, и поэтому график примерно равный. Ну и с точки зрения latency наиболее интересен нам добавленный уровень задержек, который я смог увидеть при работе через протоколы. Как видите, дополнительные уровни задержек. Давайте перейдем. Так, это, к сожалению, картинку я оставил не тут. Давайте тогда я расскажу. Дополнительные уровни задержек по таргетам от NVMe Overfabric состояли ровно 9 микросекунд, как на чтение, так и на запись. По таргетам SRP и ISR они превысили 20, 30 и даже 100 микросекунд. Ну и последний тест, который я выполнил на этой системе, это тест на максимальное количество операций ввода-вывода с лимитированным количеством, с мером латентности. Как вы видите, при данном тесте производительность NVMe Overfabric значительно превосходит производительность таргетов SRP и ISR. Причем по всем параметрам. После того, как я протестировал соединение двух узлов, я протестировал производительность всего кластера. К сожалению, 4 узла мне было недоступно, но осталось 12 из них. Всего 24 устройства. Я опять-таки ограничил латенсии. Все диски расшарил между всеми узлами и на всех узлах запустил бетчмарки. Ну и дополнительный сетевой трафик был сгенерирован с помощью DD, чтобы сетка не проставила, и сетка всегда была загружена на 80-90%. В итоге, как вы можете увидеть, я достиг практически 12,5 миллионов операций ввода-вывода за секунду на всем кластере, что более чем в два раза превосходит другие протоколы. С точки зрения записи, я достиг практически 6,5 миллионов операций ввода-вывода за секунду. Ну и была у меня возможность потестировать майкрософтовские технологии. Я не буду сравнивать производительность на одном графике, потому что технология отличалась все. И наличие файловой системы, и протокол, и даже сетка Microsoft не поддерживает для этих карточек инфинамин-драйвера. Что было сделано? Был настроен SMB Direct сервер и протестирована производительность файловой системы локально и через протокол SMB Direct. С точки зрения производительности SMB Direct я наткнулся на некий барьер из 500 тысяч IOPS, который мне никак не удалось перейти, как на операциях чтения, так и на операциях записи. И что сначала меня удивило, это очень маленькая добавленная задержка на операциях записи, которая состояла всего 4 микросекунды, что ниже, чем у NVMe Overfabric. Но потом я взглянул на параметр максимальная write latency и увидел, что она выросла до 12 тысяч микросекунд по сравнению с 250, по-моему, локальными. У меня тут появилось подозрение, что клиент Microsoft занимался агрессивным кэшированием записи и момент флашинга латентность скакала, поэтому средний уровень latency был низок, оно максимально высок. Я не нашел способа отключить кэширование. Все рекомендации, которые я нашел в интернете за ограниченное количество времени, касались только SMB 2.1. Для SMB 3.0 я не нашел способа и действительно подтверждения этому по выключению кэширования. Ну и какие результаты? Производительность NVMe Overfabric значительно выше, чем у других RDMA-based протоколов, которые используют набор команд SCAZI, ISR и SRP. Я не получил таких результатов, которые я ожидал. Я честно ожидал получить 20 миллионов IOPS. На этом кластере получил всего 12,5 и добавленный уровень задержек превысил то, что показывали вендоры в своих демонстрациях. Например, демонстрация от компании HGST на последнем с Flash Memory Summit'е. Добавленный уровень задержек был, по-моему, 1,9 микросекунды. Я получил 9 и практически ушел за пределы того, что обещали вендоры при разработке протокола. Как у нас дела с вопросами? Ну, надо сказать, что докладчик как раз и лимит. Да, выбрал практически вплотную, но вопросик у нас есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по стоимости IOPS к доллару, какие протоколы более показали себя выгодными? Смотрите, тут ситуация такая, что с точки зрения оборудования здесь было одно и то же оборудование. И протоколы, которые основаны на RDMA, требуют определенной поддержки от фабрик. То есть мы не можем… Ну, точнее так, есть протокол IWARP, который я не рекомендую использовать для поддержки RDMA. Чтобы у нас было RDMA, нам нужна какая-то либо ковергентная сетка Ethernet, conversion Ethernet, либо Infidi-Band. Поэтому если сравнивать все RDMA-бейс протоколы, они требуют одного и того же оборудования. И поэтому, как это, процент стоимости, он сопоставим с процентом роста производительности. То есть получается, что все это софтверное решение, кроме Infidi-Band. Ну да, по сути это все софтверное решение, кроме Infidi-Band. Все, что нам нужно, чтобы это заработало, какая-то RDMA-бейс фабрика. Таргет RDMA, который в ядре, он поддерживает любое блочное устройство. Вы можете через блочный уровень Linux, вы можете отдать любое устройство. Неважно, это обычный диск, флеш-диск, NVMe-диск, RAM-диск, даже вертайо поддерживается. И дальше отдать его на фабрика. Просто смысл есть работать исключительно с NVMe-дисками, иначе вы не увидите преимущество протокола. Нам нужен быстрый бэкэнд и быстрый фронтэнд. С точки зрения быстрого бэкэнда, в США уже NVMe-диски от Intel практически сравнялись с SATA-дисками. Кстати, вопрос. Чем такое большое расхождение в тем, что демонстрировали производители, особенно по латентности, например? Почему? Чем это можно было бы объяснить? В первую очередь я это объясняю тем, что действительно вендоры показывали свои демонстрации в таком стерильном тесте, подключая системы напрямую друг к другу без участия фабрики. Либо если это были свитчи, то в этой фабрике ничего не было. И моя фабрика была нагружена. Спасибо. Ну что, еще раз докладчику спасибо. И у нас перерыв перед последним докладом. И я напоминаю всем про хэштег LinuxPiter и про… Про что я еще всем напоминаю? Про отметки на страничке Evaluation. Продолжение следует...